Всем добрый вечер. Меня зовут Галина Сердина. Большое спасибо всем, кто подключился. Мы с Петром очень рады, что у нас появилась такая возможность сделать обсуждение фильма в онлайне. Хочу рассказать вкратце о том, что мы старались, пытались сделать просмотр этого фильма в одном из залов в городе Сиднея. С последующим обсуждением у нас, к сожалению, не получилось. Права получить сейчас очень сложно, потому что фильм сейчас очень популярен, и, наверное, у CNN нет особой потребности раздавать бесплатно права даже сторонникам Навального. Поэтому мы решили хотя бы таким образом привлечь внимание в Австралии к этому фильму, конечно, к судьбе Алексея Навального. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить каждого из вас коротко два-три предложения, сказать о себе, кто вы, что вы, и когда последний раз смотрели фильм, и просто очень коротко общее впечатление от просмотра. Петя, давай начнем с тебя. Спасибо. Меня зовут Петр Кузьмин. Я давнишний сторонник Алексея Навального, начал следить за его деятельностью в году 2010-м, поддерживал АПК и так далее. Фильм посмотрел два раза, как только он вышел, еще на платформе Sundance. Второй раз я посмотрел на кинофестивале здесь, с миром уровня. Фильм мне очень понравился, потому что я на него смотрел глазами своих австралийских знакомых, австралийских, западных, американских знакомых. И мне было видно, что он произведет впечатление. Он снят в таком довольно голливудском формате. Там есть и элементы триллера и так далее. Поэтому, мне кажется, фильм удался. Супер, спасибо. Родни, давайте к вам теперь перейдем. Родни Моис. Не могу назвать себя сторонником Навального. Я не противник его. Мне просто кажется, что его идеи достаточно утопичны. Поэтому я как бы не следую ним. Я тоже фильм смотрел два раза. Первый раз, когда он вышел, а второй раз сегодня, когда готовился к этой встрече. Поскольку я могу на себя надеть больше, чем одну шляпу, не только западную, но и российскую, то я согласен с Петром, когда я надеваю западную шляпу, что да, фильм снят по всем канонам. И потом, когда я надеваю на себя российскую шляпу и смотрю его с точки зрения россиянина, я понимаю, что это вот такой западный блокбастер, который не имеет отношения к российской жизни. Ну вот, я это так увидел. Спасибо. Юлия? Меня зовут Юля. Я посмотрела фильм неделю назад, как только объявили об этом. Фильм мне... Я не сторонница Навального, как предыдущий оратор. Почему я его посмотрела, почему я заинтересовалась? Потому что мне показалось, что сам по себе и сама по себе фигура Навального, она не дотягивает до серьёзного политика. И весь этот фильм, он действительно немножко как бы даёт понять скорее не о Навальном, а о том, что происходит в России, как в России это правительство наше может поступать. И насколько это ужасно. Это скорее на это направлено. А про Навального... Да, как во многих комментариях нового мы ничего не узнали. Мы довольно привычны к ужасам российского сегодняшнего руководства. Посмотрела фильм. Были моменты шокирующие меня. Очень-очень шокирующие. Но осталось много вопросов в конце. Для меня. Спасибо. Ольга? Здравствуйте. Меня зовут Ольга Гаверстова. Я по образованию историк. И мне... Я посмотрела фильм два раза. Первый раз по СДС, по телевидению. Второй раз, когда готовилась. Сегодня. Ну, вчера и сегодня. И мне было интересно этот фильм с точки зрения посмотреть, как источник информации, как работают расследователи, то есть внутренние кухни. То есть, как они между собой взаимодействуют, как... Вот особо было бы интересно был момент для меня лично, как он звонил Кудрявцеву. Да, Кудрявцеву. Как они между собой взаимодействуют, как это все происходит. Было еще раз интересно посмотреть на Певчук, потому что ее последние интервью тоже все это еще раз проанализировать, посмотреть, как работает его команда, как они реагируют на все ситуации. И, конечно, было очень я потрясена семьей Навального. То есть, как они общаются между собой, какой у них внутренний мир. Это вот мне очень понравилось в фильме, как они это отобразили. Спасибо. Здорово. Да. Ваня, поскольку ты подключился чуть позже, мы говорим просто об общих впечатлениях от просмотра, когда смотрел, и просто, да, общие впечатления. Здравствуйте. Здравствуйте. Я айтишник. Мне фильм понравился с нескольких точек зрения. Во-первых, с художественным. Он смотрится как детектив, хотя это документальный фильм. И мне очень понравилось взаимодействие команды на самом деле. Просто командный дух, как они работали. Вот по большому счету, если... А в фильме об этом не сказано, и как-то, я считаю, даже упущено, но по моему глубокому убеждению Навальный выжил... Ваня, только у меня пропадает или у всех? Нет, у всех. У всех пропадает. Извините. Я считаю, что Навальный выжил только благодаря его команде. То, как команда работала, когда он был отравлен, когда он был в коме, когда он приходил в себя, ну и, конечно же, по расследованию. То есть я считаю, что Навальный, мне было на него интересно смотреть как на руководителя. Потому что свита играет короля. И так, какую команду подобрал Навальный, на них было очень приятно смотреть. Вот это впечатление от фильма. Здорово. Спасибо большое. Да, давайте тогда переходить к вопросам. Не удивляйтесь, если вопросы кажутся вам немножко странными. Это мы сделали специально для того, чтобы чуть-чуть оживить дискуссию, которая вокруг фильма уже идет, разумеется. Один из основных вопросов, который так или иначе обсуждается, в том числе в социальных сетях, это основная критика к сюжету. Почему сюжет построен только вокруг расследования? Почему сюжет построен вокруг вот этого маленького отрезка жизни Навального, когда он был отравлен, и потом, соответственно, происходит расследование? О его личности, о его какой-то политической карьере, о том, что он делал как политик все эти годы, практически ничего не сказано. Вот скажите, к какому лагерю вы присоединяетесь? Согласны ли вы с тем, что сюжет таким образом очень сильно проиграл? Или же вы считаете, что наоборот, это очень классно, это очень здорово, то, что создатели фильма успели в нужное время, в нужное место приехать и заснять вот этот шокирующий инвестигейшн, который мы все увидели? Потому что у большого количества людей, которые являются сторонниками Навального, есть много претензий к сюжету фильма. Они говорят, что непонятно западному зрителю, почему Навальный такая какая-то, может быть, особая фигура, особая величина для российской политики, в том числе для оппозиции российской. Что вы думаете на этот счет? Кто хочет ответить на этот вопрос? Есть желающие. Да, Ольга. Давайте я отвечу. То, что мне кажется, конечно, нужно было, может быть, какая-то двухминутная, трехминутная вставка, короткая, историческая, чтобы показать его путь. Но мне очень понравилось начало фильма, потому что мне напомнило это интервью до убийства Артема Боровика. Помните, когда перед убийством, ну, не перед убийством, перед тем, как он погиб, ему задали вопрос, он был в программе «Час пик» у Листьева, если вы такой смелый, почему вы до сих пор живы? И вот тут журналисты применили абсолютно такой же прием. И вот это меня, потому что, ну, я знаю эту историю, они, меня немножко он испугал, думаю, ну, ничего себе, как они сразу начали. В принципе, Навальный на это и среагировал в своем ответе. Поэтому как вот, как сюжет, мне понравилось, я его поняла. Насчет западных зрителей я не могу сказать, но мне бы хотелось, да, чтобы показали его какой-то путь, чтобы была какая-то краткая, может, в конце фильма, как обычно бывает. Но, с другой стороны, это стимулирует зрителя прочитать что-то или посмотреть дополнительно что-то. Для меня лично было интересно потом посмотреть несколько интервью Перчев после этого фильма. Может быть, также и зрители как-то это стимулируют, что-то узнать больше чуть-чуть, кто он и что он. Спасибо. Спасибо. Да, Петя, что скажешь по поводу сюжета? Мне кажется, что фильм делался на западного зрителя, неподготовленного, и выбранный сюжет, он сработал. И то, что фильм получил приз на Санденсе и Бафте, показывает, что вот на западной аудитории он работает хорошо. Мне кажется, цель его была привлечь внимание к личности, к людям, которые вокруг Навального есть, привлечь внимание к этой теме. Мне кажется, ожидать от документального фильма, что он полностью раскроет тему, немного наивно. И если бы это был такой документальный фильм, который фокусировался на очень объективном рассмотрении всяких деталей биографии Навального, он не стал бы так интересен публике. Тут очень много такого человеческого интереса, много эмоций, и в этом смысле фильм очень хорошо срежиссирован. Очень много напряжения, очень много дощипательных моментов, каких-то умилительных моментов, там ситуации с осликом. Как это все заканчивается, вставляется. Мне кажется, режиссер очень хорошо понимает зрителя западного и сделал такой очень качественный продукт. Ну да, в том числе, как уже мы сегодня обсуждали, в том числе, чтобы люди спреагировали и на семью Навального, увидели, какие у них отношения внутри. И так далее. А по поводу, поскольку мы сейчас уже немножко коснулись премий, как вы считаете, премии – это скорее политический момент или действительно заслуженная премия, потому что это очень хорошая документальная работа, хорошее документальное кино, которое заслуживает премии? Или все-таки это политика, и нужно или уколоть Путина, или все-таки поддержать борьбу за свободу, или вот прям действительно хорошее, достойное документальное кино. Кто считает, что это политика? И у вас есть такие люди, кто считает, что это политика? Да, да, Юля. Да, Ольга. Юля, почему вы считаете, что это политика? Я считаю, что это политика, потому что сам фильм, вот как раз-таки, как Петя говорит, я бы, наверное, не согласилась, потому что для меня фильм, я не знакома с деятельностью политической Навального, не знаю его как человека, и я на него смотрела, и я не скажу, что он вызывал у меня, ну, каких-то таких броситься, ну, каких-то в поддержку его узнать о нем больше. Меня больше шокировало то, что делало государство с ним, как это было безнаказанно, а что они делали. Вот на этом, мне кажется, был упор. А Навальный, ну, как это, чтобы сказать, он как бы не переигрывает, но он играет, я не говорю со смертью, с чем-то еще, но дело в том, что вот как для меня, вот если я понимаю наше правительство, то, что они могут, вот что у них какие у них возможности, они играют с ним, как кошка с мышкой, просто вот одним щелчком, и ничего не осталось. Это просто, ну, вот для меня только так. И все эти, как эти чувствительные моменты, да, вот там ослик, вот это как раз-таки для меня было лишним. А семья Навального, она не впустила, как раз-таки там ничего нету об их чувствах, ничего нету об их разговорах, вот об этом внутреннем, как раз-таки не было ничего. А ослик, это вот, ну, какие-то капельки такие дозированные, вот это, как для меня это выглядело, что это именно было, ну, немножко непрофессионально, либо ты этого не делаешь, это такое сухое, вот он такой, он, не знаю, вот так. Спасибо. А есть ли среди нас те, кто считает, что это просто хорошее, очень качественное документальное кино? Ну, я понимаю, что мы все не документалисты, не Антон Долин, но все-таки, да, Ваня, ты считаешь, что это хорошее документальное кино? Да. Да, я считаю, что это... Я не основанник Наваллова, я считаю, что это хорошее кино, вполне хорошее кино, оно достойно премии, не знаю, какого уровня, но вполне хорошее кино, вполне хорошее голливудское кино. Кстати, возвращаясь к предыдущей теме, это прием такой, прием линзы, когда берется не совсем все, да, а объектив наводится на какую-то ситуацию или цепь ситуации, и через нее раскрываются там герои, ну, совершенно не обязательно, так сказать, до бабки Маланьи, да, вот, исследовать личность человека. Вот взяли ситуацию, показали, и через эту ситуацию раскрыли там человека, а с ним вместе и страну. Ну, вот получилось же, но вот получилось же так, что весь фильм, он работает на шоковой, на вот этой шоковой, абсурдной ситуации. То есть, сам фильм, как бы он не был снят, это, но сама суть в том, что вот он, этот момент, и как бы его не снимали, как бы ближе его показали, чуть дальше, чуть человечнее, добавили шок от того, что это произошло, и это официально, и это практически всем ясно, вот только на этом идет этот фильм, на самом событии. Когда мы задаем вопрос, является ли премия политической, или является премией больше за свойства самого фильма, вот мне все-таки кажется, что в фильме достаточно приемов и способов на премию, несмотря на то, что в нем есть политическая составляющая. Ребята, там... Политическая составляющая есть, но я считаю... Если бы фильм был о Де Вансе... Да-да-да. Я считаю, что это хороший документальный фильм, потому что иногда жизнь бывает интереснее голливудских всяких сюжетов, а это вполне себе голливудский сюжет на стероидах. Вы можете себе представить, что государство убивает своего гражданина боевым отравляющим веществом, которое запрещено Женевской конвенцией? Более того, оно это вещество еще модифицирует. То есть государство вляпывается... Мы там можем, мы же с этого государства. Да, да, но дело в том, что вот сюжет... Мы даже можем смеяться над этим. Вот сюжет, который на самом деле нам предоставил... Предоставила жизнь. Я, кстати, не согласен с Юлей по поводу того, что вот это вот там слишком мало дано по семье. Я считаю, что это наоборот плюс. На самом деле мне посчастливилось одно время разговаривать с очень знаменитым писателем-фантастом советским, российским Борисом Стругацким. И вот он сказал, что есть такой прием писательский, когда ты не досказываешь, когда ты даешь читателю додумывать что-то. И вот когда они вот такой вот просто нанесли небольшой кисточкой вот штришки к портрету Алексея и к его семье. Как он с женой разговаривает, как она его обнимает, как они друг на друга смотрят. Вот этот вот тослик. Им не надо рассказывать, какая она замечательная пара. Что она, что он. Какая у них замечательная семья. Люди это все видят сами по вот этим маленьким деталям, которые дают авторы фильма. А зритель или читатель в данном случае, когда я разговаривал с Борисом, он сам начинает додумывать. И от этого вся прелесть книги или в данном случае фильма. И мне сам фильм понравился. Я вот этот вот момент понял. И я считаю, что здесь даже с художественной точки зрения фильм достоин того, чтобы как минимум выдвигаться на премиум. Это мое мнение. Все, я закончу. Окей. То есть у нас есть разные мнения. Это очень здорово, это очень хорошо. И мы сейчас видим то, что не все люди считают, что это исключительно политика, что действительно неплохое качественное кино, которое вполне может претендовать на серьезные премии. Но при этом, конечно, есть вопрос. я хочу добавить не собственное впечатление, а впечатление моих знакомых австралийцев. Когда недавно, месяц назад, я отрекламировал себя в Фейсбуке, что вот фильм Навальный, посмотрите, мне несколько человек написали австралийцев, которые политикой особенно не интересуются, они знают о моих интересах. И вот из-за этого, может быть, стали смотреть фильм. И несколько человек мне написали о том, как они были вообще шокированы этим сюжетом и какое впечатление он на них произвел. Для меня это такой серьезный показатель того, что фильм удался и он зацепил местных зрителей, западных зрителей. Вот. А так, да, мне кажется, нам, сторонникам Навального, очень сложно объективную какую-то оценку дать фильму, потому что мы слишком сильно варимся в этой теме и слишком много у нас каких-то ожиданий, предубеждений и так далее. Да. Это правда. Да. Да, конечно. К тому же, о чем мы сейчас говорили, вот если бы меня спросили, да, как назвать жанр фильма, я бы назвал его фильм «Удивление». То есть нам весь фильм предлагают удивиться тому, что Навальный вернулся, тому, что режим решил его отравить, тому, что это было сделано новичком, тому, насколько тупые люди работают на режим. Удивитесь этому, удивитесь. То есть нам как бы показывают картинки и говорят удивитесь, 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 удивитесь. И самое печальное во всем этом даже не то, что для искреннего удивления нужно быть очень цивилизованным, очень наивным западным человеком, да, и не иметь никакого русского бэкграунда. А самое печальное здесь то, что сам Навальный разделяет эту наивность. Да, вот он тоже вот этот самый западный человек, он настолько, на мой взгляд, далек от этого писающего мальчика, который там в кадре появляется на бэкграунде. Ну вот, мне кажется, что он никогда не годился на роль лидера российской оппозиции. Вот его взять, в любую другую среду поместить, в нормальную, цивилизованную, хороший кандидат, президент с хорошими перспективами. Ох, как я не могу согласиться. Я прям не выдерживаю. Мы сейчас уже к политике переходим. Да, давайте вернемся к фильму. Мы, я думаю, все согласны, я думаю, что даже если кто не очень сильно следит за работой ФБК или штабов Номального или Anti-Corruption Foundation, я думаю, все, наверное, согласны, что команда Навального уделяет очень большое внимание продвижению этого фильма. Как вы думаете, почему, связано ли это с тем, что они делают ставку на то, что популяризация этого фильма и в том числе победа, потенциальная победа на Оскаре, возможная победа на Оскаре, да, с шансами 1 к 6, вот, может помочь в освобождении Алексея или хотя бы как-то в улучшении его участи сегодня? Верите ли вы в это? Кто-нибудь верит из вас? Да, Вань? Ну, вообще, конечно, там, лауреатов всяческих премий убивать в тюрьме сложнее. Это даже Муратов говорил. И я в это верю. Чем больше... умирают сами? Ну... Я вообще вокруг скажу, что он умер от натуральных причин. Ну, и никто этому не поверит. Ну... А до сих пор российскому правительству все верили? Подождите, подождите, я еще не закончил. Я хочу сказать, да, я хочу сказать, что на самом деле этот фильм он очень вовремя. То есть, вот Путин напал на Украину. А до этого по историческому сюжету мы видим, что он отравил своего главного оппозиционера, оппонента. Отравил боевым химическим веществом. Путин автоматически становится человеком абсолютно доктор зло. Абсолютное зло. То есть, ему вот... Знаете, я тут недавно прочитал очень замечательный мем, что в Кремле вышла новая методичка политическая no lives matter. То есть, вообще там... И когда западный человек видит, что вот война идет в Украине, вот с такой интенсивностью, вот с такой жестокостью, а вот что было еще до войны, как Путин общается, так скажем, со своими же русскими, но оппозиционерами до войны, мы просто понимаем, что, во-первых, договариваться с ним бесполезно, а во-вторых, мы видим оппозиционного лидера. Ведь Макрон совсем недавно сказал, что, ну, не будет Путина, а кто будет, кто придет. Да вот, вот, пожалуйста, вот этот фильм, через этот фильм мы видим, кто может прийти, и дело в том, что если ты убиваешь человека, который может прийти на место Путина, ну, я не думаю, что тебе вообще после этого что-нибудь сойдет с рук. это мое мнение. Спасибо. Спасибо большое, Ваня. Я вот очень рада, что ты хотя бы так немного, но затронула эту тему. Мне кажется, что команда Навального, это сугубо мое личное мнение, делает ставку на этот фильм не только для того, чтобы помочь Алексею, а для того, чтобы показать другую Россию. Вот, что Россия это не только как раз таки вот этот писающий мальчик, но в том числе это очень талантливые, выдающиеся, смелые люди, люди, которые неблагодаря, вопреки этой системе становятся тем, кем они становятся. Ведь, обратите внимание, например, выходит интервью Кучеры у Дудя, и очень большое количество людей, но я не могу сказать, что большинство, но, наверное, все-таки большинство уделяет внимание Кучере, говорит, вот она современная Россия, посмотрите, это Кучера. При этом Юрий Дудь это тоже Россия, да, и вот этот человек, он тоже рос и вырос, и получал образование, и работал в России. И мне кажется, что этот фильм, эта популяризация не только Алексея, это не только раскрыть глаза на то, что такое современная Россия, почему русские не протестуют, но в том числе показать, что могло бы быть и так. И у нас есть вот такие политики, у нас есть вот такие люди, у нас есть вот такие кандидаты, и Алексей Навальный, может быть, не мог бы стать лидером вот той России, которую мы видим сейчас, в 2023 году, но при этом на выборах в мэра Москвы в 2012 году он показал потрясающие результаты, да, не имея совершенно никакого административного государственного ресурса. Вот. Есть еще кто-нибудь, кто хочет добавить, почему команда Навального делает ставку на этот фильм, почему так много внимания уделяется его продвижению, и мы видим, что это буквально в соцсетях каждого человека команды Навального, они говорят об этом фильме. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь добавить? Нет? Ну, тогда идем к следующему вопросу. Почему, по-вашему, такая большая критика в сторону этого фильма, в том числе, например, западных деятелей, политиков, в том числе представителей кино и шоу-бизнеса, которые продвигают этот фильм? Буквально пару месяцев назад Хью Джекман в своем инстаграме, мы знаем, что Хью Джекман это прекрасный наш австралийский талантливый парень, сделал просто всего лишь пост, в котором высказался с неким восхищением, какой классный фильм, не говоря о том, что он Навального поддерживает, просто сказал, что это очень крутой фильм, и там есть такой твист потрясающий, и на него, конечно, накинулись с хейтом, что ему даже пришлось закрыть комментарии. Вот как вам кажется, почему так много хейта, почему люди пытаются сдержать вот эту популяризацию и распространение этого фильма? Надеюсь, я смогла сформулировать свой вопрос. По пунктам сказать, как в основном критикуют? Критикуют, ну, разумеется, да, к фильму никаких, но пытаются критиковать Навального и Россию, и нас всех, так скажем, всех русских, как в принципе, да, или россиян, чтобы было понятно, потому что сейчас, как мне кажется, в современном политкорректном мире русский, это не равняется россиянин, да, мы говорим о россиян, россиянах, тех людях, которые имеют гражданство России в настоящий момент или имели когда-то его, но до сих пор ассоциируют себя так или иначе с Россией. Главная претензия такая, что, разумеется, в тот момент, когда идет война, ни в коем случае нельзя, как в принципе, продвигать ничего, что связано с Россией. Навальный тот же самый Путин, Навальный точно такой же фашист, Навальный точно такой же нацист и националист, и, в общем, люди не видят разницы между двумя этими понятиями, да, и, разумеется, пытаются, ну, мы говорим не только, разумеется, об украинцах, которые сейчас переживают очень тяжелую травму, и, наверное, мы не имеем права критиковать их за это, да, но в том числе и наши соотечественники, бывшие или настоящие, которые пытаются сейчас, ну, так скажем, очень нелицепрятно выражаясь о Навальном, даже каким-то образом демонизировать его и нормализировать то, что с ним происходит в настоящее время. Да, Петя, ты хотел что-то сказать, наверное, по поводу этой критики. Критика, которую я особенно не следил за всеми этими перипетиями, видел, что основной критик, которую я заметил, это то, что недостаточно было внимания уделено националистическим взглядам Навального, участию в русских маршах и так далее, что этот фильм создает очень благоприятный портрет Навального для западной аудитории, а на самом деле он не такой, на самом деле он плохой. Ну, у меня есть такая теория, мне кажется, есть определенная часть сильно увлеченных людей в войну на стороне Украины, они поддерживают, они хотят поражения режиму Путина, они считают, что единственная возможность добиться этой победы, это помогать вооружениями Украине и накладывать как можно больше санкций на Россию, на россиян, чтобы у них не было, у России не было ресурсов продолжать войну и накладывать санкции, помогать Украине лучше, если легче, если противник очень очевидно плохой, то есть это какое-то абсолютное зло, то есть вот есть картина Путин это абсолютное зло, россияне абсолютное зло, и поэтому очень много всех этих мемов и так далее, не мемов, а свидетельств, которые становятся вирусными про пьяных солдат, про то, как воруют там стиральные машинки и так далее, то есть показать, что это совсем другие люди, не испытывайте к ним крысьян никакого сочувствия и так далее, это просто такой идеальный другой, идеальный враг, и к этому врагу можно применять все доступные средства, военные, экономические и так далее, и Навальный, он выбивается из этого нарратива, и вот вся его история, все люди вокруг него, поэтому он мешает созданию такого образа России, россиян, как абсолютного врага, и поэтому вот те люди, которые борются на стороне Украины, они считают, что сейчас, в данный момент нужно отменить, по крайней мере, временно россиян, украину, россиян, российскую оппозицию и так далее, это вот у меня такая теория есть. То есть Навальный и фильм, соответственно, просто попали под раздачу? Да? фильм создан исключительно заходу. Навальный нарушает вот эту простую черно-белую картину, где Украина это как бы на стороне добра, Россия на стороне зла. Не стоит забывать о путинских пригожинских троллях. Это тоже есть. И я в свое время делал расследование о том, как пытаются влиять на общественное мнение других стран, используя вот эти троллей в других странах. Плюс, опять же, нам не стоит забывать о том, что существует достаточно большая прослойка людей, которым можно продавать мачизм, трампизм, путинизм, вот это вот. Смотрите, Путин, какой крутой мужик. Он захотел начать войну, он ее начал. Типа, вот существует такая прослойка людей, которые считают, что Путин хороший просто потому, что вот он такой вот мачо скачет верхом на медведях. С такими людьми, в общем-то, сложно разговаривать с позицией здравого смысла и логики, но они всегда есть. Я поэтому считаю, что вот эта вот критика, она частично, в общем, из-за ботов и троллей, частично вот из-за таких людей, ну и частично то, о чем Петр сказал, что да, выбивается из нарратива. Как вы думаете, у людей, которые более или менее находятся в здравом смысле, которые могут отделить зерна от плевелы, которые могут отделить хотя бы людей, которые являются действительно военными преступниками, и тех людей, которые проводят более ста дней в карцере за то, что высказываются против войны. Как вы считаете, есть ли сейчас может быть какая-то ответственность на нас, на тех людей, которые могут это отделить, в том, чтобы показать, что Алексей Навальный должен быть освобожден, и что уж точно западная команда, которая сняла этот фильм, никакого отношения не имеет ни к России, ни к этой войне. Может быть, стоит ли как-то мотивировать людей включаться в эти онлайн-обсуждения, или все-таки пока сидеть в тени и дать возможность всем людям, которые сейчас очень сильно травмированы этой войной, высказываться, 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 а, к сожалению, вот как бы Навальный, это такой, знаете, коллекторал дэмэдж получается в текущих обстоятельствах. Что вы думаете? Не молчите, друзья. Это точно не выбор из двух, и точно не универсальный выбор для всех. Это выбор, который каждый делает для себя, и не из этих двух альтернатив, а из гораздо большей палитры. Свобожден? Я... Вот в чем вопрос. Понимаете? Я считаю, что, собственно говоря, с Навальным Запад должен решать вопрос Навального по одной простой причине. Война закончится рано или поздно. Война закончится поражением России. А что дальше? Никто не хочет иметь после войны озлобленную, разоренную Россию с ядерным оружием. Она должна быть вменяемой страной, которая должна... У которой просто нет шансов не быть включенной в остальной мир. Россию не огородить, как Северную Корею. Поэтому, в общем-то, если у России будет порядок, то будет порядок в остальном мире, потому что... Дело в том, что один Навальный он не сможет одним махом всех побивахом и навести порядок вот так. Здесь очень глубокий и сложный процесс. И освобождение Навального это... Я не могу отделить Навального от других политических заключенных и так далее. Весь смысл для меня этого фильма состоит даже, если бы мой муж, он австралийец, он его посмотрел. Первое, что он бы увидел, к сожалению, он не посмотрел, но я надеюсь, мы посмотрим еще раз. Весь ужас системы, что у системы этой нету никаких сдерживающих и все, что до сих пор Запад еще как-то расшаркивался, надеялся, что это все до поры до времени. И они не видят, я уверена, что они не видят в Навальном, что это лидер, будущий лидер страны. У него нету нет какой-то, вот именно нету сильной программы. Вот если, допустим, мы с... Юля, Юля, к ней, канцлер Германии к нему в палату приходил, когда он только в себя пришел. не ходил, потому что его отравили, потому что это была вот такая акция, которую невозможно уже скрыть. Это неконкретно, потому что Навальный великолепный политик и в силу его каких-то достижений, его талантов, его весь мир, как говорится, апресеет, как, скажем, других известных политиков, он не настолько известен своей программой, своими и даже для россиян, потому что многие, как вы знаете, относятся к нему Ах, Навальный, расследование. Это тоже не так. Когда он подавался на президентские выборы, перед президентскими выборами единственная экономическая программа, которая обсуждалась, была программа Навального. Вот, это я помню. Я понимаю, что кем-то она обсуждалась, но для россиян, россиянами она не обсуждалась, и для россиян она была абсолютно неизвестна. Но это не, но это не, так скажем, недоработка Навального. Навальный-то как раз бил во все колокола и говорит, что у Навального нет программы, это тоже не совсем корректно. Давайте как раз вернемся к фильму, опять уйдем из политической части, да, мы вот как раз пришли к тому, что может быть это все-таки слабость этого фильма, что о Навальном, как о политике, не сказано, в том числе и для россиян, потому что мы увидели вот этот момент с отравлением и с расследованием, а что за большая или небольшая величина Навального, и что он делал все это время, была ли у него программа. как расследователь, вся его команда, без вопросов, Любовь, Соболь, все молодцы, но как политик, вот как политик, с политической своей командой, с партией, со своей, я не вижу, мне надо где-то искать, мне надо это все, это опять-таки касается каких-то таких глубинных моментов, да, и, скажем так, да, я не углубляясь в эту политику, до определенного момента знала Немцова, там, тех-тех-тех-тех, да, я их слушала, я понимала, о чем они говорят, чего они хотят, как этому двигаться, что хочет Навальный, он хочет идеальной России, но одним кликом идеальную Россию не сделать, а что-то надо, а менять надо изначально, вот как, допустим, говорит Явлинский, ну, это буквально на секунду, первое, что нужно, работать с российским обществом, проработка прошлого, это первое, самое главное. Но ведь даже в этом фильме Навальный, извините, даже в этом фильме Навальный сказал, что самое первое, что он сделает, отрежет большой кусок пирога своей власти и раздаст другим. Вот это я считаю, это надо сделать даже раньше, чем проработать прошлое. Президент не должен. Спасибо, спасибо большое, давайте, Родни, скажите, что вы хотели сказать, и мы вернемся все-таки к фильму о политике. У меня возникает только один вопрос, когда закончится война, вы уверены, что России потребуется лидер, а не жесткая внешняя администрация? Внешняя администрация? Ну, этого мы не... У меня большое сомнение, что в России можно сейчас найти лидера с командой, которые способны вытащить ее на цивилизованный путь. Да, супер, но я только надеюсь на то, что Алексей Навальный не будет просто, знаете, поменяют Путина на Навального, я все-таки надеюсь, что Алексей Навальный будет участвовать в честных выборах, и если в честных выборах он одержит победу, то он станет президентом. А если не одержит, значит, не станет. Да, но мы просто считаем, что невиновный человек сидеть в тюрьме не должен. Это самое главное. Давайте все-таки вернемся к фильму. Я бы хотела вас попросить, может быть, тоже два-три предложения, почему рекомендуете или не рекомендуете смотреть этот фильм россиянам, австралийцам, русскоязычным, кому угодно. Буквально два-три предложения и верите ли все-таки победу на Оскаре 12 марта. Ольга, что скажете? Я считаю, что это кино. Но, во-первых, продлевает ему жизнь. Это раз. Я верю в победу, но я не верю, что это что-то изменит в его положении, потому что он является врагом номер один. Путина. И я, к сожалению, я думаю, что Путин будет просто требовать, чтобы он подписал на помилование и чтобы был обмен как с Ходорковским. Но Навалин на это не пойдет, потому что он русский политик, российский политик. И поэтому он и вернулся. И поэтому он и сидит. И поэтому, я думаю, он не согласится на обмен. Потому что... Сидит на Ходорковске и согласится. Он только начал сидеть. Мы когда были на митинге в Сиднее и после сидели в кафе, один из сидевших рядом со мной сказал то же самое. Он сказал, что Ходорковский посидел 10 лет и согласился на помилование. То есть он понял, что ничего не... Я не могу ничего сказать. Как бы я... Что тут скажешь по этому поводу? Конечно, мы все хотим, чтобы его освободили и чтобы он продолжал свою деятельность как российский политик. Но мы все понимаем, что сколько убийств происходило до этого и кто сейчас у власти. И в этом кино прекрасно показано все, как происходят протесты и как живут российские политические деятели, оппоненты Путина. Поэтому... А фильм сам, Ольга, рекомендуете смотреть, да или нет? И почему? Конечно, рекомендую. Потому что это показывает российскую действительность. Это очень показывает, как работает вся система. была очень... Мне понравилось... Не то, что не понравилось. Меня вот... Я как будто там побывала, когда Юлию Навальному... Навальню не пускали в лифт или к нему в реанимацию. Вот это вот... Меня поразили лица. Вот эти лица людей, которые служат этой системе, которые в разных органах работают. То есть это, конечно, очень многое показывает. Но вопрос, будут ли зрители в это всматриваться. То есть, конечно же, идеальные просмотры с теми людьми, которые могут объяснить. То есть не просто так взять и показать, а которые вот... Перед просмотром небольшое обсуждение, после просмотра обсуждения. Вот Елена Погребишская делает иногда такие просмотры документальных кино. Было бы классно делать такие просмотры, образовывать. Мне кажется, что вот наша задача в данном случае это образовывать людей. И я хотела еще, знаете, что добавить. Меня очень поразило, что на митингах, на каких-то собраниях нет молодежи. То есть есть люди... Очень мало... Нет, она есть, но их очень мало. От 20, от 15, от подростков до 30 лет. То есть если мы как-то, не знаю, придумаем какие-то там или конференции, или какие-то вот такие совместные просмотры, чтобы с ними разговаривать, чтобы привлекать, объяснять, что происходит, мне кажется, это было бы, ну, замечательно. Да, спасибо большое. Спасибо. Можно мне? Да, да, можно. Пардон. Мне очень понравилась идея о том, что фильм действительно показывает как бы альтернативную Россию, да, вот, это такой, такая просьба не отменять российскую культуру, потому что для меня это самая больная тема. мне кажется, что культура это единственное, что там не надо отменять, все остальное можно, в общем, в принципе, отменять. И в этом смысле, да, фильм говорит о том, что там не все так плохо, что там есть другие люди, что там есть люди, которые не поддерживают Путина. Вот за это я готов рекомендовать этот фильм западному зрителю. Мне кажется, что нет смысла его рекомендовать российскому зрителю по нескольким причинам. Во-первых, потому что российский зритель, который смотрит такой фильм, подставляется и может попасть туда же вслед за Навальным. Во-вторых, у российского зрителя есть свое отношение к Навальному, да, в подавляющем большинстве это отношение такое, что да, это где-то там вот происходит, нас это не касается и никогда не коснется. Потому что сколько я разговаривал с людьми в России, они все считают, что у Навального шансов не было и нет. Это честный парень, эту систему нельзя, ее нельзя побороть честностью. Ее можно побороть силой, ее можно побороть хитростью, но не честностью. Ну вот, какой ответ. Спасибо, Юля. Я просто у меня, вот вы и так идете на экране, поэтому я так говорю, да? Юля, что скажете? Рекомендуете, не рекомендуете? Я рекомендую его посмотреть, обязательно буду рекомендовать его смотреть местным ребятам, всем. В качестве молодежи Петр, по-моему, показывал его в русском доме, Young Gods. Была идея, но пока еще не состоялась. Ой, это будет просто замечательно. Там замечательные молодые ребята, замечательная молодежь, это в отношении молодежи. А в отношении фильма, да, меня вот как раз-таки поразил этот факт, вот, когда она прорвалась к больнице, потому что это очень-очень нам всем знакомо, когда ты можешь быть, и ты бесправный, кто бы ты ни был. И мне кажется, вот для русских людей, когда, вот, если рекомендовать, они будут хоть кто-то посмотрит и это увидит, для них это будет, ну, я не знаю, это как в фильме Елена, да, вот, вот все то же самое, вот все эти мухи сели на это, и вот так вот сидят и сосут. Вот это такая безысходность, да, и в то же самое время какое-то вот действительно удивление от этого человека, а как, а зачем он туда, он знал это, он вернулся. А теперь для людей, ну, честно говоря, его не считают каким-то честным парнем в России, насколько я понимаю, его как раз-таки как бы куда-то туда, вот всех вот, всех этих непонятных, что-то там они вечно говорят, но как раз-таки это, ну, наверное, какое-то удивление, вот это и остановит их взгляд на нем, на человека, а что же им двигает, зачем он это делает, может быть, хоть как-то у них этот вопрос возникнет, вот, а для местных, для них это, опять-таки, это удивление, но в большей степени для меня это как правда о нашем правительстве, что для него нету вообще, вот сколько бы с ними считать, нету ничего, им надо будет, они переступят, размажут любого, и хоть на Оскарион, хоть где угодно, вот так. Спасибо. Ваня? Я обязательно буду рекомендовать этот фильм как местным западным людям, так и русским, я считаю, его тоже надо рекомендовать. Местным западным людям я буду рекомендовать по одной простой причине. Представьте себе, что Путин испугался человека настолько сильно, что захотел его убить химическим оружием. Кто этот человек? Что это за человек? Почему он его так сильно боится? А, это, возможно, новый лидер России. Да, а что это за человек? А давайте мы посмотрим. И в результате оказывается, что вот он, в общем-то, открытая семья у него есть, и дети, и все видят. Никто не знает, где дети и какие они у Путина, какая у него семья. И это интерес для западного зрителя, что вот есть оппонент Путина, которого Путин боится настолько сильно, что прислал за ним убийц, а потом посадил в тюрьму надолго. Это для западного человека. Для русского человека, чтобы он узнал, кто такой Навальный, про него очень, на него вылили очень много грязи, и все считают, что, а, раз ты занимаешься политикой, политика грязное дело, ты просто хочешь получить свой кусок вот этой грязи, из-за нее воюешь. Я хочу, чтобы люди, во-первых, увидели, кто такой Навальный, а, во-вторых, лично мне, вот лично мне, очень сильно запал один лозунг, который сказал Навальный, и который, как мне кажется, по крайней мере, я хочу надеяться, поселился в сердцах и многих других русских, и я надеюсь, что он сработает. Этот лозунг «Я не боюсь, и вы не бойтесь». «Я не боюсь, и вы не бойтесь». И именно из-за этого лозунга я бы очень рекомендовал всем русским посмотреть этот фильм. Возможно, я скажу сейчас несколько экстремистскую вещь, но я все меньше и меньше верю в мирный протест. Я считаю, что если бы на протесте наша славная полиция получала бы обратку, когда она била бы людей, в следующий раз она бы, может быть, била бы не так остервенела, а может быть, и не била бы вообще. Вот. Поэтому я не боюсь, и вы не бойтесь. Я считаю, что этот лозунг для русских, и этот фильм для русских я бы очень рекомендовал. Спасибо. Петя? Я, конечно, тоже рекомендовал, рекомендую смотреть этот фильм. Надеюсь, что он сможет получить Оскар, хотя для меня это не важно. Я понимаю, что здесь политический компонент есть в выборе победителя этой премии. но мне кажется, что фильм стоит смотреть западному зрителю для знакомства с личностью Навального, для знакомства с политическим контекстом России, чтобы все это видеть. Тот факт, что Навального встречают многотысячные толпы, следят за передвижением у него самолет и так далее, говорит о том, что в России у него много поддержки. То, что протесты по всей стране проходили после его возвращения, говорит о том, что много людей, кому не безразлична его судьба, тот беспредел, который творится. для российского зрителя, мне кажется, стоит смотреть фильм, чтобы зарядиться энергией. Вот в чем сел Навального. В том, что он настолько силен духом, что несмотря перед лицом этой огромной репрессивной машины, он не боится. И вот он своим примером демонстрирует, что тебе не нужно иметь за собой армию, оружие и так далее. Ты можешь противостоять этой системе мирным способом и гнуть ее просто силой своей воли. Система хочет его убить, он не умирает. Практически такая мифическая ситуация, где он побывал в царстве мертвых, вернулся и все равно доставляет огромную кучу проблем вот этому Кощуя бессмертному нашему. В конце фильма он говорит, что если меня убьют, то конец этой системы очень близок. Пока система чувствует свою силу, она серьезно продолжает его держать в живых. и честно говоря, для меня это самое ну не буду это говорить, но в общем мне кажется это фильм показывает пример того, как человек может следовать своим принципам до конца, не бояться системы и влиять на ход истории фактически. Спасибо. Спасибо. Но я тоже тогда от себя добавлю, что я конечно рекомендую смотреть этот фильм по той причине, как я уже озвучила, потому что это совсем другая Россия, которую многие люди вообще не знают и не представляют, что она как в принципе существует. И для многих это действительно только те люди, которые в глазах многих людей, к сожалению, в мире сейчас это только мародеры, насильники и люди, которые пытаются утащить из украинских домов все, что только могут утащить. Нельзя этого отрицать, это факт, это существует, нам очень горько и стыдно за это, но этот фильм показывает другую Россию и еще он очень сильно вдохновляет и воодушевляет на то, что все-таки есть люди, которыми мы можем гордиться. И я очень хорошо помню разговор со своим папой лет 10-15 назад, когда он только Навальный начал появляться где-то на небосклоне со своим блогом и еще тогда мы как-то поняли, что это человек, которым потенциально мы можем гордиться в будущем. Я думаю, что это фильм, который многим людям даст заряд положительных эмоций и надежду, несмотря на то, что я, например, провела этот фильм в слезах от начала и до конца, но при этом наверное, провела в слезах, потому что я знала, что будет, чем он закончится. Но при этом, опять же, это та Россия, за которую я лично готова бороться, и я хотела бы смотивировать огромное количество людей, бороться за конкретных людей, не за абстрактную какую-то Россию, а за конкретных людей, чтобы мы все поняли, что в 21 веке, в 2023 году невиновные люди сидят в тюрьме не должны, пытаться в тюрьмах нельзя, и этот фильм, он является как раз-таки хорошим аргументом для того, чтобы сказать о том, что этого делать нельзя. Я хочу сказать и от себя лично, и я думаю, Петю, поскольку мы вместе планировали эту беседу, вам огромное спасибо, мне кажется, что для первого раза получилось очень круто, очень здорово, спасибо вам большое, что вы присоединились, огромное спасибо за ваши потрясающие ответы, идеи, за ваше видение, очень здорово, что мы все разные, и у нас есть разные представления, разные впечатления, и от Алексея, как от политика, как от просто медийного персонажа, известного человека, и от фильма, в принципе, большое спасибо, Ольга, за то, что вы озвучили идею, то, что нам нужно говорить с молодежью, образовывать людей, и мне кажется, классно было бы организовать какую-то лекцию о Навальном, как о политике, для того, чтобы рассказать, почему он все-таки политик, и что он делал все это время, и как он создал, единственный политик, который создавал региональную сеть, и создал ее, да, и человек, который пытался много раз регистрировать политическую партию, ему не давали, человек, который ходил регистрироваться на выборы, ему не давали, то есть он действительно в рамках ужасного, отвратительного, но все-таки российского закона пытался работать для людей, и, конечно, имеет огромное количество прекрасных, как мне кажется, качеств. И это не Путин и все остальные, как мы видим сейчас, а мы знаем огромное количество прекрасных звезд команды Навального. То есть это не только Навальный, но он смог сделать так, чтобы мы видели, что у него есть и Волков, и Жданов, и Певчих потрясающие, и Соболь, и Руслан Шевединов. Это вообще моя любовь, например, потому что Руслан Шевединов, я не знаю, если вы в курсе, это молодой парень, которого выкрали в центре Москвы, посадили в бочку в какую-то просто на крайнем севере, продержали там год, а потом вернулся, когда Навальный за это время был отравлен, провел несколько месяцев в Германии, вернулся домой, и на следующий же день Руслан Шевединов выходил в прямой эфир в Ютьюбе, и ему нужно было вот это все из бочки понять, что произошло за год, и он это сделал. Вот таких потрясающих, талантливых людей Алексей Навальный нашел. Кстати, Акира Ярмыш, да, это которого пресс-секретарь, талантливая писательница, девчонка, которая победила, между прочим, в умниках-умницах поступила в МГИМО. Ну, то есть это действительно классные ребята, и это не только Навальный, огромное количество классных ребят, и это наши люди, это наша Россия, и мы можем гордиться этими людьми. Вот это мое представление об этом. Классные украинцы показали нам за год, что они офигенные, что у них есть этот дух, что у них есть это единение, есть желание, стремление бороться за свою независимость. И в России тоже такие люди есть, только им надо показать друг друга и дать возможность как-то вдохновиться хорошими примерами. Вот. Петя, если ты хочешь что-то сказать в заключении... Я ничего не смогу добавить к такой пламенной речи, концовке. Мне кажется, тут надо заканчивать. Это не пламенно, это просто как бы, да, эмоции. Не-не, очень хорошо, позитивно. Да, эмоции. Я очень надеюсь, что наша беседа действительно сможет людей смотивировать посмотреть это кино и поможет как-то справиться, может быть, с собственными сомнениями, с собственными чувствами сейчас. И немножечко вот эти чувства, знаете, стыда, страха, трагизма, с которыми мы живем весь этот год, они никуда не уйдут, разумеется. Но рядом с ними, чтобы появилось какое-то хотя бы желание, попытка, в том числе дать и России тоже шанс.